Друзья, всех безумно рады видеть. Наверное, нужно чаще встречаться, но в связи с определенными личными обстоятельствами, ура, диплом защитила, будем, я думаю, что уже делать это гораздо чаще. С кем-то начнем это делать буквально в понедельник, потому что, если вы следите внимательно за всеми нашими новостями, уже в понедельник стартует курс, который называется Appuntamento a Nordest, и в этот раз мы с вами окажемся уже в северо-восточной части Италии. На самом деле, когда речь зашла про страноведение и то, что страноведение нужно преподавать, о нём нужно говорить, регионы нужно изучать, действительно, эта тема очень благодатная. Более того, сразу скажу, что ко мне приходили даже коллеги итальянцы, которые говорили, слушай, давай я тебе проведу курс по страноведению. И я понимаю, что, наверное, это то, что востребовано, это та информация, которую все ищут, несмотря на то, что её очень много, это та информация, которой обычно не хватает. Чем наш курс будет отличаться от всех других курсов? Я не скажу, что мы соберём всю информацию по всем регионам, это физически невозможно. Но мы за первый, мне кажется, модуль, который у нас вошли не всегда знакомые всем регионы, таких как Вальдаоста, Пьемонт. Ну, Пьемонт, наверное, известен особенно винникам. Лигурия тоже известна своими Чинкуэтерре. То есть, ну, Ломбардия, безусловно, известна, но, как правило, дальше Милан тоже, как многие, не доходит. Мы стараемся, то есть в нашей группе, которая создаётся, которая приходит на курс, каждый вносит свою лепту. И у нас есть абсолютно чудесные волшебные блокноты, куда мы стараемся всё записать. Как известно, одна голова хорошо, две лучше, а когда этих голов за десяток переваливают, то это вообще становится абсолютно прекрасной историей. По результатам, если проанализировать, отрефлексировать первый модуль, да, были сложные задания, да, было иногда непросто, да, это была зима, и это было чертовски непросто, потому что дни были короткие, а собак было много. То есть, у нас была флора и фауна, потому что, например, в Альдооста никуда от этого не деться. Но то, что получилось, мне кажется, было очень классно и очень здорово. Очень классно получилось последняя неделя, в которой не все приняли участие, к сожалению, но те, кто принял участие, оценили по достоинству эту командную работу. Вот кто-то даже писал потом в личку, что если бы не это последняя неделя, то проект он, наверное, смотрелся бы как-то по-другому. Что такое командная работа и зачем она вообще нужна? То есть, я, на самом деле, за то, чтобы все дела, особенно касаются Италии, про Италию, об Италии, за Италию, то есть, все эти темы обсуждать совместно, обсуждать их в группе единомышленников, тех людей, которые любят Италию, которые туда ездят, которые знают об Италии много. Поэтому, когда вы начинаете делиться этой информацией, то есть, эта информация становится в разы и в разы просто больше. И она настолько личная, настолько классная, что мы получаем взгляд изнутри, причем не один, а весь спектр. И пятая неделя, то есть, мы, по сути дела, четыре недели абсолютно спокойно, ровно, то есть, пишем свои заметки, собираем какие-то материалы, изучаем, смотрим тексты, то есть, под каким-то углом проходим, безусловно, лексические темы, безусловно, присутствует грамматика, но не в таком объеме, потому что она здесь не акцентирована, то есть, основной акцент все-таки делается на изучении именно региона, на понимании того, что же все-таки это за регион, какие могут быть у него особенности именно с точки зрения, и делаем это все через итальянский язык, то есть, те материалы, с которыми мы работаем, это, безусловно, оригинальные вот индичные материалы. И пятая неделя, то есть, которая дается в качестве такой вот командной работы, почему это, то есть, на пятой неделе в прошлый раз мы писали свои путеводители, вернее, их писали участники по разным регионам, мы разбили ту группу, которая у нас была, на команды, и каждая команда отработала свой регион, то есть, было задание составить маршрут на определенное количество дней, на определенный бюджет, на определенное количество, то есть, с определенными реквизитами составить этот маршрут, и когда вы составляете маршрут, поверьте мне, вы переработаете, вы переосмыслите, вы проанализируете такое количество информации, которое, наверное, могут сделать не все, или же, которое нам иногда просто лень бывает сделать, потому что нам говорится, ну, там, потом когда-нибудь. Поэтому командная, так называемая работа, проектная работа, назовите ее как угодно, эта часть, это будет второй том путеводителя «Нусор Итальяно» уже по северо-восточной Италии, в который войдут у нас, начнем мы с «Фрюль Венеце Джулия», тот регион, который обычно пропускается всеми, потому что через него европейцы приезжают и едут в Венецию, то есть, это проходной двор итальянский, недооценен просто, вот, ну, зря недооценен, дальше мы посмотрим на Эмилю Романню, махнем в Тарантино-Альтуа-Дидже и, соответственно, завершим аккордом, поставим Венето. Приходите, будет интересно, группа, на самом деле, уже состоялась, чат уже открыт, потихоньку будем осваиваться, и с понедельника начнем заплыв. Всех люблю, всех обнимаю. С кем не увидимся на курсе, соответственно, увидимся в соцсетях. Пишите, задавайте вопросы, о чем бы вы хотели поговорить и какие бы еще курсы вы бы хотели бы посетить. Мне это действительно очень интересно, очень важно, и я ваше мнение очень-очень ценю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.